Сегодня христиане отмечают главный религиозный праздник – Пасху или Светлое Христово Воскресение. Ликующее Христос воскрес звучит из уст и католиков, и православных. В этом году они празднуют в один день. Такое единодушие бывает, увы, нечасто. Даты главного праздника у двух конфессий редко совпадают. Это объясняется тем, что православные используют юлианский календарь, а католики – грегорианский. Разница у этих календарей составляет 13 дней. Дата Светлой Пасхи также определяется фазами Луны и Солнца. По этой причине расхождения случаются разные. Иногда это одна неделя, иногда две, но бывает и так, что католические православные праздники отмечаются в один день. Анастасия Кучинская узнала, как сегодня в Гомеле празднуют Светлое Христово Воскресение представители обеих конфессий. Пасхальная служба в соборе святых Петра и Павла в Гомеле начинается в ночь субботы на воскресенье. Прихожан много, как ни в какой другой день. А стоять всю многочасовую службу отваживается не каждый. Но светить куличи и яйца, как говорится, дело святое. Воскресным утром в храме тоже многолюдно. Мы постоянные прихожане храма. И каждый православный праздник для нас праздник семейный. И Пасха – это особенно торжество из торжеств и праздников праздник. И его пропустить просто невозможно. Мы и вчера были в храме, и сегодня. И вот, конечно же, принести вот эти наши скромные дары Богу – это в обязательном порядке. Благодатный огонь привозят из Иерусалима в Гомель несколько лет подряд. Унести домой частичку пасхального чуда желают многие. Поэтому на передвижной колокольне огонь передают во все православные храмы Гомеля. Колокольный звон – неотъемлемая часть пасхальных празднований. На протяжении Светлой Седмицы возвестить о Воскресении Христовом в колокола может любой желающий. С вестью о Воскресшем Христе мы сегодня проповедуем всему миру, дабы мир возлюбил Христа, дабы мир весь знал о Воскресении Христовом. В этот светлый праздник Воскресения Христова позвольте пожелать вам великой радости о Воскресшем Христе, пожелать вам мира, добра, благополучия. Важная часть празднования – пасхальная трапеза. Впервые после 40-дневного поста верующим разрешается ей скоромную пищу. В католической семье Борецких на стол ставят самое вкусное. Выставляется все самое лучшее, чтобы встретиться с родными, может быть, кто-то близкий приходит, чтобы с ними эту радость тоже разделить. Крашеные яйца – сакральная пища. Пасхальная выпечка – это символ мира, божественного творения, а красный цвет символизирует кровь Христову. Пасхальная выпечка – это один из главных атрибутов празднования. Хлеб находится на столе мирян круглый год, но только раз в году он приобретает особое значение. Ни свадебные, ни именинные караваи не могут сравниться с пасхальным по значимости. Гостеприимство и щедрость – тоже приметы Пасхи. Есть поверье, что в Светлую Седмицу Христос испытывает сердца людей. В нищенском одеянии он может прийти в гости, и надо быть готовым угостить каждого посетителя. Вся наша деятельность и человека, и семьи народа зависит от святости. Поэтому я желаю и вам личной жизни, и семьям вашим, и нашему белорусскому народу Божьего благословения, радости, здоровья и счастья в этой жизни и стать перед Богом когда-то с чистой душой. Да благословит вас всемогущий Бог. После Пасхи в течение 40 дней до самого праздника Вознесения звучит приветствие «Христос Воскресе» и ответ «Воистину Воскресе». Восклицания утверждают веру в то, что Христос – Бог, способный изменить законы естества и дать вечную жизнь. Эти приветствия как нельзя лучше выражают пасхальную радость. Анастасия Кучинская, Александр Харлампов. Специально для Новостей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова